Здравствуйте, дорогие коллеги. Я очень благодарен Андрею Александровичу, что он пригласил меня выступить на нашем семинаре отдела на эту тему, которая мне кажется довольно интересной, хотя и, как мы увидим в ходе доклада, не вполне однозначно. Потому что действительно осетинский язык уже много лет изучается с точки зрения языковых контактов, с одной стороны, а с другой стороны, из-за того, что все-таки речь идет о вещах, которые происходили очень давно, здесь очень много есть неясного. Я постараюсь в этом докладе, с одной стороны, показать то, что уже лингвистам известно о каких-то контактно обусловленных явлениях в астинском языке, а с другой стороны, другая, не менее важная цель этого доклада, это еще и показать то, насколько вообще сложно решать вопрос о том, является ли это или иное явление в грамматике или в лексике контактно обусловленным или нет. Начну с общих сведений об астинском языке и вообще о том, почему важно изучать его с точки зрения языковых контактов. Вот здесь, на данном слайде, мы видим карту распространения астинского языка, составленную Юрием Борисовичем Коряковым. Ну, здесь на карте мы видим центральную часть Северного Кавказа и часть территории Грузии. И астинский язык здесь выделен фиолетовым, что соответствует его генетической классификации. Это иранский язык. Как мы видим, со всех сторон он окружен языками совсем других семей. На востоке это наско-дагестанские языки, прежде всего ингушский. На западе это абхазо-адыгские языки, тюркские языки зеленым выделены. И к югу, конечно, картвейские языки, прежде всего грузинские. И вот здесь возникает сразу вопрос, как могло так получиться, что астинский язык, иранский язык, оказался в таком иноязычном окружении. Сколько лет это все длится и отразилось ли это как-то на грамматике, лексике и фонетике астинского языка. Начну все-таки с общих фактов об астинском языке. Как я уже сказал, это иранский язык, иранская группа, иноэропейская семья. Тут надо сказать, что хотя он и иранский, но он довольно далеко отстоит от всех остальных современных иранских языков. Так можно сказать, что ближайший родственник из современных языков считается, что игнобский. То есть астинский, как традиционно классифицируется, он относится к северо-восточной группе иранских языков, хотя является географически самым западным из них. Вот игнобский тоже относится к этой группе, но все равно речь идет об очень глубоком уровне родства. То есть это ближайший родственник, но взаимопонимания никакого там нет. Эксические и грамматические различия огромные. По сути, можно сказать, что осетинский очень и очень давно отделился от современных иранских языков. То есть, по сути, представляет собой такую совершенно отдельную обособленную ветвь внутри этой группы. Носителей всего около половины миллиона. Естественно, не все этнические осетины владеют этим языком. Языком два диалекта, иронский и дегорский, достаточно сильно отличающиеся. Прежде всего, фонетики, дегорский более архаичный. Здесь я буду в основном давать примеры из иронского, хотя в тех случаях, когда будет речь идти о лектике, я буду давать иронские и дегорские формы, потому что дегорский диалект, как правило, более архаичен. То есть там фонетика в большей степени отражает этимологию. Доминирует реально иронский, он является основой литературного языка. И вообще надо сказать, что само слово «Осетия» — это экзоним. То есть сами осетины, самого этого корня в осетинском языке нет. Это из грузинского названия. И это слово однокоренное таким словом, как средневековых летописей «ясы», например, так их называли, осетин, редко осетин. А сами осетины, вообще говоря, до недавнего времени не имели какого-то… Ну, во всяком случае, я имею в виду исторический период, когда у нас есть уже прямые сведения, непосредственные нормальные сведения в осетинском языке, мы имеем, на самом деле, два самоназвания — ирон и дегорон, то есть самоназвание вот этих вот временных общностей, которые стоят за этими двумя основными диалектами. То есть единого термина сейчас реально используется, как правило, ирон. То есть ирон обозначает и осетин в целом, но вот исторически, скорее, это именно иронцы. А дегорцы обозначаются термином «дегорон» на дегорском, «дегорон» на иронском диалекте. Ну, сейчас, как я уже тут написан, ирон — это общий термин вне зависимости от диалека. Ну, вот карта распространения директов на территории Северной Осетии. И мы видим, что вопреки тому, что, может быть, кто-то мог бы подумать априори, исходя из того, что у нас есть Северная и Южная Осетия, на самом деле директы распределены не в соответствии с этим делением, а попросту говоря, северо-западной часть Северной Осетии — два района — иравский дегорский, там в основном распространен дегорский диалект, на всей остальной территории Осетии, в том числе Северной и всей Южной Осетии распространен иронский диалект. То есть, да, южно-осетинские говры действительно имеют определенные фонетические и даже местами грамматические отличия, но глубина этих отличий гораздо ниже, чем различия между иронским и дегорскими диалектами. То есть Южная Осетия – это, можно сказать, область, в которой распространен именно иронский диалект, а не дегорский. Ну, про историю, как так могло получиться, кратко нужно описать вообще, что предшествовало той лингвистической ситуации, которую имеем сейчас. Мы сейчас имеем ту ситуацию, что это иранский язык, который со всех сторон окружен кавказскими и тюркскими языками. Действительно, есть на Кавказе другие иранские языки, ну, прежде всего, татский, ну, если талышский относить к Кавказу, то талышский, там можно и курдский включить сюда, но это понятно, что их совершенно другое происхождение – это юго-западный или северо-западный иранский языки, то есть это языки совершенно из другой группы, и появились они там, скорее всего, позже, чем осетинский. А вот осетины происходят от, видимо, происходят от одного из или скифских, или сарматских приемов. Но здесь я не буду отдаваться в проблему, как идентифицировать скифов, сарматов, про это вот Сергей Всилович Куланда, недавно покинувший нас, вот он как раз про это написал книгу очень подробную, где он там разные фенетические аргументы использовал в пользу разведения этих понятий. Традиционно считается, что были такие скифосарматские наречия, распространенные в северном Черноморье, все это были иранские языки, какие-то диалекты, и осетины – это потомки одного из вот этих вот скифосарматских племен, которые где-то вот на этой обширной территории были распространены. И со временем там в результате разных процессов выделились конкретно одно племя под названием Аланы. Эти Аланы фигурируют в разного рода источниках, и в ближайшие для нас перспективы средние века, то есть, скажем так, ранние средневековья, они создали государство на Северном Кавказе. Как вы видите, в основном в предгорьях, немножечко вот заходя, ну это карта из Википедии, прошу прощения, но она отражает довольно точно распределение вот этих вот языков и государств в тот период. То есть, если мы берем XI век, ну примерно вот такая территория, при том, что сама современная территория Осетии – это, в общем-то, небольшая часть этой территории, большая часть – это те регионы, которые сейчас отнюдь не относятся к территории распространения осетинского языка. То есть, вот мы видим, что достаточно было крупное государство, имевшее, естественно, контакты с соседними странами, с Византией, видимо, имевшее христианство официальной религией, но потом, после монгольских нашествий, потом нашествия Тамерлана, уже к XIV веку территория сильно сократилась, по сути, это уже, наверное, даже нельзя было называть, это уже перестало быть государством. То есть, Византии были вытеснены, скажем так, носителем осетинского языка. Не знаю, что можно говорить о этнической истории, это более сложный вопрос, но именно генетической истории и так далее. Но если мы говорим о реальном предполагаемом распространении осетинского языка, то уже там в позднее средневековье он был вытеснен в горные районы. И тут даже эта карта, наверное, она, может быть, в XIV веке это был так, в более поздние периоды ареалы распространения даже стало существенно меньше. И вот к концу XVIII века, когда осетинские уже стали научиться написывать, записывать тексты, списки слов, грамматики, пытаться составлять и так далее, уже вот он был сравнительно мало распространен по сравнению с тем, что было раньше. То есть, примерно на нынешней территории даже меньше, потому что в равнинных областях уже осетины стали сириться в основном уже при русском владычестве, уже при царе. То есть, вот примерно такая была история. Это, конечно, не могло предположительно. То есть, тот факт, что осетины как минимум последнюю тысячу лет, а вероятно больше, находятся в тесном контакте с соседними кавказскими языками, предположительно. Опять же, мы не знаем, как именно они были распределены, именно носители языков в разные исторические периоды, но мы знаем, что, наверное, действительно, примерно те же языковые семьи, языковые группы здесь были распространены. Осетины сначала, аланы были, вероятно, все-таки носителями такого доминантного языка, потом, но все-таки уже довольно рано, уже там, вот как минимум с 13-14 веков уже явно совершенно доминировали там, вероятно, в каких-то ситуациях, во всяком случае, другие языки. Это не могло не сказаться на лексике и грамматике осетинского языка. Это общее такое предположение, которое, собственно говоря, и делает проблему контактно-обусловленного влияния на осетинский интересной, потому что это язык, который принадлежит совершенно одной генетической группе, и он находится в соответствии с языками, которые по своему грамматическому устрою, по лексике и так далее совершенно по-другому устроены. Поэтому, казалось бы, вот здесь чистый случай, когда мы можем видеть, легко увидеть контактное явление. Но, к сожалению, данных, которые бы нам позволяли как-то проследить эволюцию, грамматики или лексики, очень мало. То есть у нас, например, количество заимствований в разные периоды очень мало. У нас есть только четыре источника. No date – это ошибка, это Лубоцкий 2014 публикация. В основном это короткие фрагменты. Зеленчуцкая надпись – это надпись на надгробном камне, просто список имен, то есть мало информации о каких-то там грамматике, о другоградительный падеж, плюс какие-то там имена, собственные слова «сын», «фурт». Аланские фрагменты у поэта Иоанна Цеца, его бизантийского, который там цитирует разные приветствия и другие фразы на разных языках. В частности, он там приводит аланский в своей греческой транскрипции, которая, в общем-то, довольно неплохо соответствует словам, которые мы знаем из современного осетинского языка, из дегорского диалекта. Маргиналии, которые Александр Лубоцкий описал впервые, это вот такой литургический текст библейских чтений, в котором, видимо, священник Алан делал пометы на полях греческими буквами на аланском языке. Ну, тоже отдельное название праздников, имена святых, тоже полезный источник, но тоже, в общем-то, не очень много. Ну и, наконец, ясский глоссарий, тоже интересный источник, когда у нас одно из осетинских ясских аланских племен в XIII веке эмигрировало на территорию Венгрии, и там одно время сохраняло какой-то свой язык, свою культуру, даже сейчас есть понятие яссы, но они уже полностью ассимилировались, перешли на венгерский, а в то время там еще сохранялся язык, и вот был обнаружен глоссарий XV века, в котором даны переводы этих как-то записанных ясских слов на латинский язык. И это тоже возможный источник лексической информации, но, как видим, очень мало сведений. Поэтому нам приходится здесь экстраполировать то, что мы знаем о нынешней ситуации, об истории, и смотреть просто на грамматические схождения между разными языками. Собственно, здесь первопроходцем в этой области был Василий Иванович Абая, который, ну, надо сказать, что он, пожалуй, я, конечно, не историк языкознания, но я, наверное, не погрешу сильно против истины, если скажу, что он, в общем-то, был одним из первопроходцев вообще в этой сфере языковых контактов в мировой лингвистике, потому что все это начало, он, в общем-то, еще до войны стал этим вопросом заниматься. И здесь, конечно, у Василий Ивановича есть даже многие специалисты, в том числе ученые из Осетии, критикуют его, наоборот, за излишнюю приверженность вот этой идеи кавказского субстрата. То есть он очень много явлений практически там, практически все грамматические явления, он очень значительную часть грамматики осетинского языка объяснял именно через контактное влияние, потому что у него основная идея была в том, что существовал субстрат, то есть какой-то там был, видимо, носитель какого-то кавказского языка, он не уточнял, какого именно там, потому что на тот момент классификация была недостаточно разработана, да и сейчас в значительной степени у нас нет, например, понимания того, северо-кавказские языки это единая группа или нет. А во времена Абаева еще и была популярна теория Арнольда Чакабавы, что это все единые иберийско-кавказские языки, поэтому там очень часто просто говорится о кавказских совпадениях, а какого-то конкретного источника не указывается, что, конечно, несколько затрудняет тоже анализ. И, ну, надо сказать, что вот этого недостаточно, да, потому что говорить о кавказском влиянии трудно, потому что кавказские языки сами и генетические, скорее всего, то есть то, что картверские и северо-кавказские это точно, но северо-кавказские тоже, если даже эта группа, то очень давно разошедшаяся. То есть это большое генетическое разнообразие и структурно тоже совершенно три разные семьи, поэтому говорить просто об абстрактном кавказском влиянии достаточно сложно. Нужно конкретно указать, какой сценарий билингвизма, любой контакт предполагает билингвизм. Нужно реконструировать социолингвистическую ситуацию, которая могла привести к этому контакту, к этому влиянию. Нельзя просто найти похожую черту в осетинском и ваварском и сказать, что на основании этого, раз аварский – это кавказский язык, а осетинский – это иранский язык, значит, можно считать, что это кавказское влияние. Нужно конкретно указать пару языков, насколько это возможно, что именно могло повлиять и доказать, естественно, что это влияние было именно в эту сторону. Но здесь в качестве предварительного анализа можно просто попробовать посмотреть на то, что вообще считается кавказскими рингвистическими чертами. Этот вопрос совершенно не имеет пока окончательного решения. Есть ученые, первым, наверное, кто об этом говорил, это был Георгий Андреевич Климов. Самая последняя работа на эту тему, обобщающая эту работу. Вячеслава Чиригба про Caucasian Sprachbund, где Чиригба выделяет некоторое количество общекавказских ареальных черт. Правда, тут тоже надо отметить, что есть очень критические взгляды. Например, Кевин Тьюитт, известный, в основном кратверист, антрополог, он как раз известную работу написал, где он как раз критикует идею языкового союза. Правда, на основании одного – только параметра эрогативности, но он показывает, что эрогативность, несмотря на то, что считается общекавказской чертой, настолько по-разному устроена, что здесь говорить в каких-то языковых союзах невозможно. Если мы посмотрим все-таки на те черты, которые Чиригба считает общекавказские, то мы видим, что действительно какие-то признаки есть. Например, наличие глотаризейшной, имеется в виду наличие обрубтивов, действительно, и тройной контраст смычных – это такая очень яркая кавказская черта. С другой стороны, например, богатый концентрацизм относительно богатый, да не такой, как у многих других кавказских языков, хотя, наверное, богаче, чем у многих иранских языков. А галлютинация тоже только в именной системе, в глагольной системе галлютинации нет, в глагольной системе в значительной степени архаичная. Порядок слов – да, но, по-видимому, это более широкий ареальный паттерн, про это я сейчас тоже немножечко скажу. Лоббильные глаголы – тоже не факт, что это именно узкокавказская черта, да, то есть можем сказать, что это в некотором смысле ареальная черта, но тут проблема, наверное, в данном случае состоит в том, что вообще установление языковых контактов – это очень такая парадоксальная вещь. С одной стороны, как мы сейчас понимаем, как лингвисты, нет языков, которые развиваются изолированно, и более того, с атерологической точки зрения, наверное, более типичной ситуацией является полилингвализм, чем монолингвализм. То есть понятно, что любой язык, большую часть своей истории, носители этого языка владели так или иначе в разной степени, в разных социальных ситуациях, но владели более чем одним языком и пользовались большим числом языков. Поэтому мы можем считать, что языковый контакт – это норма, а не исключение. Но это и сложность, потому что мы таким образом… Любой признак языка, если он имеет какие-то совпадения в соседних языках или даже в более широкой ареальной перспективе, можно считать в каком-то смысле контактно обусловленным. Или в крайнем случае можно сказать, что те тенденции, которые были в этом языке изначально, были усилены благодаря тому, что он там контактировал с языками, которые имели такие признаки. Да, это верно, но это дает очень мало информации. Потому что получается, что мы что угодно можно назвать контактом и приписать к какому-то большому или малому ареалу. Как кажется, все-таки интересны те признаки, которые указывают на какую-то конкретную контактную ситуацию, когда можем ясно видеть, что именно это языковое совпадение, что повлиял на это языковое совпадение в определенный момент. То есть это не будут все черты, которые в этом языке контактно обусловлены. Это будут те черты, по которым мы ясно видим их контактную обусловенность. И вот в этом смысле порядок слов СОВ, например, или предшествование атрибутов существительным, или наличие послелогов – это не очень интересные черты. Потому что в принципе СОВ для многих индоевропейских языков характерен. И вообще для Северной Евразии характерен, если мы говорим про реальные признаки. То есть это не очень много нам говорит о том, что там происходило с носителями осетинского языка в ТОЖ. А вот если бы мы нашли какие-то именно специфические кавказские, специфические для каких-то конкретных соседних языков или семей признаки, которые бы повлияли на осетинский, это было бы интересно. Но вот мы посмотрим, есть ли такие признаки. Но с другой стороны надо сказать, что многие черты, которые тот же Черикба выделяет в качестве общекавказских, как раз в осетинском отсутствуют. Наиболее яркий, наверное, случай – это полное отсутствие категории виденциальности. Причем это, опять же, реальный признак, гораздо более широко распространенный, чем Кавказ. Это и в иранских языках во многих есть. Тем не менее, в осетинском никакой виденциальности нет вообще. Несмотря на то, что, казалось бы, такие были длительные контакты. Потенциалис, что бы не имел в виду под этим. Ну, там есть некоторые обсуждения в статье, но в любом случае ничего такого похожего. Есть некоторые модальности, но это устроено немножко иначе, чем те системы, о которых говорит Черикба. Но эргатив тоже. Очень яркий тоже факт, что в осетинском нет абсолютно никаких признаков эргативной конструкции. Вообще никаких. Несмотря на то, что и иранские языки многие развили эргативные конструкции, видимо, тоже как некоторый такой реальный признак, можно быть, ареально-генетический такой. И соседние языки имеют эргативный строй, а в осетинском полностью эргативный строй. Никаких следов эргативной конструкции там нет. Тоже достаточно разрительно, если мы говорим о сильном каком-то действительно субстратном влиянии. Нет, это не исключено, конечно, что не повлияло. Но вот интересно, что все-таки считать, как видно из этих признаков, хотя бы считать осетинский таким смешанным языком уже сразу не получается. Ситуация сложнее. Но если говорить в целом, то контактные влияния очень хорошо видны в лексике. Причем очень разные источники для разных частей словаря. Я про это сейчас подробно не скажу, пока просто краткий обзор. В базовой лексике доминируют наско-дагестанские заимствования с довольно неясной этимологией, то есть, скорее всего, какие-то очень ранние, может быть, даже субстратные слова. На втором месте по числу заимствования тюркские языки находятся. А вот картвельское и абхазо-адыгское влияние в основном ограничено сравнительно недавними заимствованиями культурной лексики. То есть, получается совершенно разные сферы употребления для разных семей. Не можно подумать о том, какие социолингвистические ситуации это предполагает. Но вот в грамматике очевидного контактного влияния не видно. Как я уже сказал, не каверогативности, полностью акузативный строй, синтетическая глагольная система. Даже вот синтаксис, сложное предложение, строится по коррелативной модели, которая, в общем-то, является характерной для индоиранских языков. Другое дело, что современные иранские языки, в отличие от индорийских, ее в основном утратили, но заменили на какие-то другие конструкции, в основном в постпозитивные, катонические, с именной группой. Но, тем не менее, в общем и целом, если не говорить о каких-то конкретных чертах, которые могут быть контактно обусловлены, в целом, наверное, это скорее даже можно читать архаизм. СОВ и послелоги тоже, в общем-то, характерны были уже для древнеиранских языков. Ну, послелоги в меньшей степени, но совершенно, с точки зрения типологии, совершенно, естественно, тенденция, скорее, скажем так, оставлять в системе послелоги, и здесь считать, что это специфические кавказское влияние, мне кажется, странно. Но даже те признаки, которые в Истинском явно инновационны, хотя, опять же, в Истинском они инновационны, но они же есть во многих других, в том числе иранских языках, распространены гораздо шире. Ну, вот наиболее яркий пример – это дом, дифференцированное маркирование объекта, который, конечно, в Истинском есть, генетик, но он же есть, и в том числе именно в такой форме много где еще. Ну, да, когда вы в предложении «Зауру видел Алана» используете генетик, потому что «Алан» одушевленный, если так грубо говорить. Во втором примере «Зауру видел стол», вы используете номинатив, потому что «стол» неодушевленный. Вот такая система в Истинском есть. И вот тоже некоторые авторы, например, Василий Иванович Абаев считал, что в том числе дом – это такая субстратная черта асистинского языка. Есть такая очень показательная работа Абаева, которая называется «Армена-осетика», типологические встречи, и он вот там строит некоторую такую теорию, что есть какой-то общий субстрат, который повлиял на развитие как асистинского, так и армянского. То есть не то, что они напрямую контактировали, естественно, а что оба легли на какой-то кавказский субстрат, который имел какие-то черты, которые привели к типологическому сходству. Ну, если не говорить о лексике, где ситуация довольно сложно устроена и не очень понятно, про это мы поговорим. Потому что, опять же, это кавказское влияние, которое очень широко часто понимается, это сложность некоторая. Но если мы говорим про грамматику, то все те явления, которые Абаев записывает, три ряда смычных, что в асистинском, правда, там обруктивы, глухие, придыхательные и звонкие, а в армянском – глухие, непридыхательные и глухие, придыхательные и звонкие. То есть в армянском абруктивам соответствуют глухие непридыхательные, которые, в общем, действительно в некоторых диалектах реализуются как абруктивы, но как пишут. Но, тем не менее, все-таки формальные системы немножко разные. То есть по своей структуре они одинаковые, по фонетической реализации разные. Порядок слов СОВ он выделяет, также послелоги, галлютинативные склонения, дом. Все это либо располнено шире, либо могло возникнуть независимо. И вот существенно, когда у нас есть работа довольно давняя с Тимофеем Архангельским, мы попробовали найти какие-нибудь, может быть, сходства. И учитывая типологическое сходство систем склонений и послелогов, можно было бы ожидать каких-то семантических сходств употребления пространственных показателей. Ничего подобного нет. Если мы смотрим на детали, на семантику, то оказывается, что системы устроены совершенно по-разному. И это указывает, наверное, на то, что все-таки в данном случае сходство именно что типологическое. И здесь какой-то субстрат, на мой взгляд, не очень корректно. И если обобщать, то с достаточной убедительностью, как мне кажется, можно говорить о следующем случае контактного влияния в Осетинском. Ну вот Давид Эршлер предположил, что посессивные прокритики в Осетинском возникли под влиянием пазадыгских языков. Потому что в Осетинском изначально, как и во большинстве других, может быть, даже во всех иранских языках, есть эн-критики. То есть они же эн-критики второй позиции в Экернагеревской, они же эн-критики, которые вешаются на имена и маркируют посессивность. А вот в Осетинском те же самые совершенно критики вдруг неожиданно стали прокритиками. То есть они поменяли свой статус с эн-критического на прокритического. Это действительно странное развитие, хотя нельзя исключить тоже независимого. Такой достаточно, может быть, периферийный нет, но такой достаточно интересный признак. Он как раз, возможно, действительно возник под влиянием пазадыгских языков. Поддержанная система, про это я сейчас поговорю подробнее. Можно предположить, что картвельский, хотя здесь очень много есть «но». Поддержанная система, можно в какой-то степени говорить о некотором конвергентном развитии, но я сейчас про это подробнее скажу. Система привербов однозначно и, прежде всего, по своей пространственной характеристике, но также и, возможно, по спектуальной семантике связана с влиянием картвельских языков. То есть предглагольные союзы, то есть грамматикализация предглагольного фокуса, предглагольных союзов. То есть сам себе предглагольный фокус – это, конечно, не реальная черта. То есть это не какая-то специальная кавказская или картвельская черта. То есть тот факт, что фокусная составляющая в Истинском ставится в предглагольную позицию – это просто вот такая типологическая особенность языков СОВ, на самом деле, многих. Но вот тот факт, что там действительно очень такая разветвленная система предглагольных союзов, возможно, действительно связана с каким-то специфическим картвельским влиянием. То, что именно грамотикарные союзы, а не просто вопросительные слова или фокусные составляющие. Ну и, наконец, вот это незаконченное наше исследование с Михаилом Александровичем Даниэлем. Мы не так давно делали даже Zoom-доклад на эту тему на Вышкинском семинаре. Пока не опубликовано, что, в общем-то, различие дативного и лативного рецепиента, когда вы маркируете передачу собственность дативом, пространственную передачу, допустим, на время. А лативом очень похожая система есть в ассетинском и в наско-дагестанских языках. Похоже на наско-дагестанские влияния, но, что характерно, единственные в этом списке. То есть три пункта, связанные так или иначе с картрельскими языками. Один с абхазо-адыгскими и один с наско-дагестанскими. Это интересно. Источники не такие, как в лексике. Лексики наско-дагестанские являются основным, самым глубоким, субстратным, можно сказать, даже влиянием в базовой лексике. Абхазо-адыгская, картрельская, культурная. А вот в грамматике все не наоборот, а наиболее сильным является картрельское влияние. То, которое в лексике выражено сравнительно слабо. Подробнее, если вы хотите узнать про то, что люди писали про контакты, некоторый обзор, могу указать свою статью в хендбуке недавно, опубликованном, наконец, в прошлом году. Если кому-то интересно, могу просто прислать. То есть, скачать не так просто, потому что там всякие паеволы и прочее, но если напишите, я вам пришлю, там более подробно все это описывается. А сейчас я хотел бы несколько примеров проиллюстрировать, чтобы показать сложность в установлении контактного влияния и те проблемы, которые возникают, когда мы говорим об этом в Асетинском. В таком, казалось бы, кристально чистом случае внешнего влияния. И начнем мы с фонетики и лексики, как может быть, самых простых областей. Ну, в фонетике все просто. Асетинский – это единственный, ну, единственный, скажем так, регулярным образом интегрировавшийся в свою фонетическую систему абруктивный и согласный. Я уже сказал, что в Армянском, в принципе, интерпретируются, вот, их глухие непридыхательные в некоторых диалектах реализуются как абруктивный. Но это все-таки только диалектное явление, и даже тут не очень понятно, насколько оно распространено. Но разные есть мнения. А в Асетинском есть полноценный во всех диалектах совершенно ряд абруктивных смычных и африкат. То есть я здесь не указал, еще есть, конечно, «ц» и в иеронском диалекте «ч» – вот еще такие есть африкаты. Чаще всего, естественно, эти звуки, то есть это полноценные фонемы совершенно в своем праве, отличные от глухих, придыхательных и звонких, чаще всего встречаются взаимствованы. Ну, например, вот из грузинского «Куэрия неделя», «Лист» в иеронском «Афа», видимо, из абхазадыгских языков. Ну, кстати говоря, и в русских тоже. То есть эти звуки, которые… То есть с точки зрения фонетической и фонологической системы русские глухие-непридыхательные воспринимаются, видимо, в большей степени похожими на абруктивы, чем на собственные глухие-придыхательные. То есть слово «стол» интерпретируется как «штоу». Да, простите, в иеронском «с» читается как «ш», «з» читается как «ж», а «с» читается как «с», «з» читается как «з». Просто вот имейте в виду, что я произношу эти слова не так, как они пишутся, но это особенность орфографии, связанная просто с историческими некоторыми изменениями и диалектными различиями. То есть это читается «штол», это «булкон», то есть полковник. Ну, начальное «п», видите, интерпретировано как «звонкое», а вот следующее «к» как абруктивное «к». Но есть, и что интересно, есть и в иранской лексике, причем не так мало. Здесь есть, в основном, в кластерах, например, в слове «звезда», «шталы», очевидно, интерпетический корень, появился абруктив. И не так мало таких слов, причем, в некоторых случаях есть даже дублеты, когда у вас одно и то же слово, существуют варианты с абруктивом и без абруктивом. То есть один тот же корень, точнее, интерпетический, существует в варианте с абруктивом и без абруктивом. И вот природа этого явления не очень понятна. То есть тот же Абаев писал о том, что, может быть, это какое-то эмфатическое произнесение, какие-то слова с определенным значением физического воздействия. Но «звезда», например, не очень понятно, как в эту сферу ложится. То есть это нерегулярный переход в абруктив, плюс есть другие примеры, которые тоже сомнительно интерпретировать. Не очень понятно. Это еще проблема, которая пока не имеет описания. Есть разные предположения, но я пока не буду это говорить, потому что финального решения нет. Ну и в целом, надо сказать, что система смычных имеет в своем составе также и на самом деле фонетически гиминированные смычные, которые непредыхательные с точки зрения фонетики. То есть на самом деле, я не буду говорить о фонологической интерпретации, это не очень простой вопрос, считать ли это, например, гимена тут бифонемной последовательностью или единым, какой-то просто особым видом смычных, непредыхательным. Но с точки зрения фонетики, то это типичная наско-дагестанская система, когда у вас есть звонкий, глухопредыхательный, абруктив и вот этот вот, то, что традиционно в каком-то зрении называют преруптив, гиминированный или напряженный смычный. В целом, в фонетике все достаточно ясно. Что касается лексики, то действительно, как я уже сказал, наиболее выраженным является влияние наско-дагестанских языков. В этом отношении очень показательно то, что происходит с дублетами, опять же, особенно частей тела, где у вас есть одно слово иранское и другое слово кавказское. Кавказское слово является основным, а иранское слово в основном вытеснено существует, но вытеснено на какую-то там лексическую периферию. С чем-то напоминает известный пример из английского, типа beef и cow. Здесь, соответственно, основной термин тоже является заимствованным из наско-дагестанских языков. Есть слово, например, ах, которое обозначает ногу, а иранское слово фад используется только в компаундах, в композитах. Фадзу, например, ходьба, буквально хождение ногой, шарфад, буквально голова, нога, то есть приказ и так далее. Ну и слово след тоже из того же корня, вот он в этом значении сохранился. Рука аналогичная, кух, в дегорском кух, есть корень арм из, соответственно, иранского арма, но чаще тоже в композитах. Арм-кух, например, перчатка, даларм, буквально арм-кух это рука-рука, то есть первая часть корня это иранская рука, вторая часть этого слова это кавказская рука. Рука-рука, получается, перчатка. Даларм низ руки, значит, подмышка и так далее. Интересно, что некоторые носители, судья собирала анкету частей тела, мы с Арсением Выдарином собирали, и оказалось, что для некоторых носителей арм это специфический хэнд, то есть кисть руки. Вот так интересно. Но это, видимо, какая-то индивидуальная особенность, в целом, как правило, все-таки ох, это такое общее слово для руки. Ну и рот, аналогично, есть слово зых, рот, а есть ком. Иранское, оно в основном употребляет значение ущелья, круглое. Там, Лагирское ущелье, Воладжир и Кум. А старое значение в основном сохранилось композитом тоже. То есть, сожгом, лицо, буквально глаз, рот. То есть, вот в этом компаунде, да, слово рот сохранилось. Интересно оценить долю заимствования. Вот здесь вот я ориентируюсь на тот список, на тот тематический список, определений, которые составили участники проекта глобальной лексико-статистической базы данных. Здесь он образился как свод из форта листа, но Касьяна и Тауна, на самом деле, это статья. И вот есть этот список, который я составил в их базе, вот в этой глобальной лексико-статистической базе данных. И получается, что 81% из этих статистических словников имеет иранское происхождение. То есть, ну вот, однозначно иранское. Это значит, что все остальные заимствованные. Это значит, что эти однозначно имеют хорошую этимологию. А из остальных 21 слов, не знаю, что-то у меня тут с падежами проблема, около 8-10% это заимствование, вероятнее всего. То есть, довольно высокая доля заимствования, там 10%. Например, в английском, если мы возьмем мировую базу данных World Loan World Database, возьмем те же самые слова 110 и посчитаем по ним процент, нам получат те же самые 10%. То есть, ну вот степень контактного влияния на астинскую лексику примерно такая же, как для английского. То есть, высокая, конечно, да, хайборовая, но не там смешанный язык, как цыганский, где гораздо больше, конечно, насколько я знаю, заимствованные лексики. То есть, такой язык с довольно высоким контактным влиянием. Конкретные источники не до конца истны. То есть, можно однозначно говорить только о слове адеймак, которые, конечно, естественно, возвод к этому самому повсеместному корню адам, скорее всего, через персидское посреди. А большинство заимствований, это северо-кавказские, явно какие-то северо-даже, я бы сказал, нахско-дагестанские слова, но язык источник не ясен. И тут очень показательны некоторые примеры. Например, слово «ках», которое в терминах словаря Николаева и старости, вот «нога», соответствует вот такому корню. Но вот если посмотреть на конкретные когнаты, они, конечно, похожи, все явно связаны с этим словом, но фонетикой что-то странное происходит. Ну, вероятнее всего, конечно, тут нахское надо видеть источник, но здесь, на самом деле, все совсем непросто. Вот, то есть, видимо, как минимум, нужно говорить о том, что это либо какое-то очень старое заимствование из нахской группы, либо вообще это, может быть, даже источник не до конца ясен. То же самое слово, вот этот серый-голубой-зеленый цех, который имеет в словаре Николаевой старости, вот такую вот форму, тоже соответствие имеет. Но соответствие эти не в языках, которые контактировали с осетинским, а вовсе даже в орандийских языках только, и в лесгинском, да, с тем же значением приблизительно. Тоже предполагать довольно… То есть, либо в чеченском и измужском оно было слово «но утрачено», либо тоже надо предполагать, что заимствование произошло от какого-то, может быть, языка, который там был распространен, но сейчас утрачен. Ну, и последнее, что надо сказать про заимствование, это что вот у вас есть еще, допустим, в Ясском глоссаре, вот этом самом, который от сенгерских ассетин был записан, есть несколько таких слов, которые возводятся некоторыми к кавказскому влиянию. А Ясский глоссарь – это, получается, миграция в XIII веке. Это означает, что еще до XIII века, еще во времена Алландского царства, были какие-то кавказские заимствования. Что тоже, кажется, интересно для понимания, какая там была социолингвистическая ситуация. Потому что если там предполагать, что все-таки горные регионы были в значительной степени периферии Алландского царства, то возникает вопрос, откуда же только тогда заимствование. Ну, здесь, опять же, можно говорить о субстрате. Я сейчас несколько быстро скажу, потому что уже времени не так много. И надо еще про программатику успеть сказать. Ну, вот субстрат, скорее всего, предполагают иринахские языки, может быть, были. И какая-то группа, которая перешла на осетинский, носители каких-то местных наскотагестанских языков, которые были распространены в этом регионе. Такая классическая версия субстратной гипотезы. Или, может быть, компонент. Потому что мы видели карту, мы видели, что все-таки большая часть территории Осетии, она не была связана с нынешним реалом распространения наскотагестанских языков. То есть, по-видимому, либо какая-то группа была действительно субстратным влиянием, если считать это субстратом. Когда группа перешла на осетинский и взяла с собой свои слова из-за родного языка. Либо все-таки это заимствование, а не субстрат, но действительно такой достаточно ранний, источник которого не очень понятия. Но я пропущу, если, с вашего позволения, патематические параллели. Это не так, на самом деле, показательно. Вот про числительный. Просто хочу упомянуть, что в осетинском соседствует две системы числительных. Десятичная и двадцатеричная. То есть, до 20 у них одинаковые, а дальше идут две разные системы. И совершенно очевидно, что двадцатеричная система – это влияние кавказских языков. Собственно говоря, изначально, к моменту описания осетинского языка, двадцатеричное господство действительно было только в социалекте пастухов для счета скота. Потом уже в результате влияния школьной системы, где двадцатеричная как-то больше преподавалась, действительно, они как-то сосуществуют. Обе используются. Но вот понятно, что двадцатеричная, она до какого-то момента господствовала, и она явно связана с тем, что почти все соседние языки имеют или имели двадцатеричные системы. Другие группы, как я уже сказал, в основном культурная лексика. Там абхазо-адыгские, тюркские. Правда, есть некоторые слова достаточно, по-видимому, тоже глубокие. Но вот Тордерсон считает даже, что тюркское влияние было сильнее, чем кавказские языков. Я не согласен на то, что мы видели сейчас на примере базовой лексики, что все-таки тюркских слов там нет, а кавказских там очень много. Но, тем не менее, есть такие заимствования достаточно… Они, конечно, не сводышевские, но достаточно простых понятий. Там волк, например, да? Девочка, которая причем имеет к-лилярный, а не гулярный, что свидетельствует о том, что это раннее заимствование. Когда еще в эстинском, как Абайф предполагает, не было этой фонемы. Потому что уже современные, более позднее слово гусь, к-аж, уже имеет этот к-х. Грузинский тоже в основном культурная лексика. Мы здесь видим зрачок, платье. Ну, зрачок не совсем, да? Например, платье. Зуар – это крест или небожитель. Тоже из Джвари – крест, алчер – епископ, неделя – бог. То есть вот такие корни культурные из грузинского. Или из каких-то картвейских языков. Вот Ордерсон пишет, что действительно, что в лексической сфере связи эстинского с картвейскими языками не очень глубокие. По-видимому, если мы пытаемся свести это к такой типологии субстрата, отстрата-суперстрата, то, вероятно, действительно, что субстрат в случае наско-дагестанских языков и отстрата-суперстрата в остальных случаях. То есть разные контактные ситуации привели к разным влияниям. У нас с дагестанскими, видимо, был какой-то компонент субстратный, а с другими языками были культурные связи, какие-то билингвизм. И это было связано, и это привело к тому, что заимствование в основном происходит в культурной лексике. Теперь перейдем к грамматике. Ну, тут, конечно, придется быть более кратким. Система привербов в эстинском, очевидно, демонстрирует реальное влияние. Про это написано было много где. Самый последний, кажется. Это Петр Михайлович Аркадьев, но, правда, он больше про аспект, чем про пространственные отношения. А вот подробная статья на эту тему – это Виктория Томмиллери. Здесь мы видим два параметра – направление движения и направление к говорящему или от говорящего. То есть винтив-андатив, скажем так, come and go. И мы видим, что вот есть попарно эти значения реализуются. Причем сами привербы имеют происхождение иранское. Иранское. То есть это не какие-то заимствования. Но осиная система явно перестроена под влиянием соседних языков, которые так или иначе эти значения кодируют. Но вот наиболее похожая, как показана во многих работах, грузинская система. Причем даже мы видим, что в данном случае грузинская система агрутинативна, а ситинская – нет. Но вот в случае с внутрь параметром, здесь мы видим тоже даже и некоторую формальную сходность. Потому что арба как будто бы собрана из двух кусков. Ну, правда, конечно, не так, чтобы один кусок выражал именно это значение. То есть это сочетание, что вы можете вверх-вниз, наружу, внутрь, и одновременно с этим еще и маркировать. Произошло ли действие в направлении, говорящем, или от направления, говорящего, вышел человек, пришел он или ушел. Это, по-видимому, реальная черта. А вот с перфективацией сложнее. Дело в том, что в истинском имеется такая классическая система славянского типа. То есть система, при которой базовая основа имеет перфективную семантику, а при вербе делают глагол перфективно. Ну, например, вот в третьем примере. Зару ел пирог. Будет просто жаур валибах, сыр валибах. Жаур валибах хорта ел пирог. Жаур валибах бахорта съел пирог. То есть присоединение при вербе, причем, как и в русском, и в других языках с такой системой, выбор при вербе, если это не глагол движения, он такой, во многом, лексически обусловленный. Здесь мы видим, что делает глагол перфективно. Это очень аномально для иранских языков. И, опять же, гипотеза, которую выдвинул Абаев, что это такая скифо-европейская изоглоса, как он называл это, и даже в большей степени славянское влияние. Очень ранее. Но, как справедливо пишут Петр Михайлович и Витторио, это маловероятно, потому что в славянских языках, как известно, грамотикализация вида довольно поздний процесс. И тот момент, когда теоретически могли быть контакты предков, сетин и славянских племен, явно был момент, когда такой выстроенной перфективации при помощи привербов в славянских языках не было. То есть это маловероятно. Более вероятно, что это как-то связано с грузинским, потому что в картельских языках тоже есть аналогичная привербная перфективация, похожая. Возможно, что есть полуврияние, но надо учитывать, что и в грузинском, и в осетинском это инновации. То есть если и в грузинском, и в осетинском, то скорее конвергентном развитии, чем прямо вот о влиянии одного языка на другой. То есть это не в древнегрузинском такой системы, как и на ней. Еще другой раздел грамматики, про который часто говорят как контактно обусловленный, это именное склонение. Потому что осетинский действительно путь осетинского достаточно в этом смысле показательный. Потому что мы видим здесь вот на этой картинке один из классов склонения в праиранской системе вероятной. Здесь мы видим стандартную эндоверопейскую модель. Когда у нас много классов склонений, здесь я беру только один, а склонение, которое, собственно, единственное дало какие-то рефлексы в осетинском. И видим, что здесь аккумуляция, например, числа и падежа, типичные для эндоверопейских языков. И набор падежей тоже достаточно типичный для этих языков. А вот на этой слайде мы уже видим современную эстинскую систему падежей. И видим совершенно другую картину. Видим, что, во-первых, у нас здесь только один класс склонений. То есть у нас все кафиксы, за исключением каких-то фланетических различий, имеют эквавариантное выражение. Во-вторых, у нас число и падеж выражаются разными морфемами совершенно. То есть агрутинативное число всегда имеет аффикс T, нерегиминированный T, и после него идут падежные те же самые морфемы, как в единственном числе. Да и состав падежей тоже не то, чтобы, видите, есть облатив, облатив. Облатив еще можно было бы соотнести с правильным европейским. Облатив, экватив, коммитатив – это уже явно инновационные падежи. Как получилась такая система? Здесь совпало два процесса. Первый процесс – это утрата форм множественного числа. Старое множественное было полностью утрачено, и появилось новое на базе собирательного суффикса T. Можно сравнить с русским «беднота». То есть если бы в русском было слово «жена-женота», «жены-женоты» и так далее, у нас бы автоматически получилось. Если бы мы такой суффикс построили на все имена, и еще и сделали А-склонение единственным классом склонения, то мы бы получили тоже агрутинативную систему. Потому что эти существительные собирательные с суффиксом T, они, естественно, склонялись как имена единственного числа. То есть получается, что в морфологическом у нас множественное число просто деривирует на единственное. И это дает нам совпадение по окончанию. Старый полюрализ полностью утрачен. В основном падежи тоже инновационные. То есть среди падежей только генитив, инносив и, возможно, аблатив продолжают старое окончание вот этого А-склонения. Остальные падежи так или иначе развелись из каких-то послелогов или реанализированных деривационных аффиксов, частиц и так далее. Тут разные есть гипотезы. Я здесь кратко написал, но на самом деле тоже довольно сложная история. Но понятно, что они ново-грамматикализованы. И, конечно же, поскольку мы знаем, что на Кавказе в языках Кавказа принято считать много падежей, конечно же, была предложена гипотеза тем же Василий Ивановичем Абаевым, что азитинское склонение развелось под влиянием соседних языков. Вообще известно, конечно, в частности, из статьи Ивана Игартова, что действительно подобный переход от флексии к галлютинации действительно часто вызван контактным влиянием. Но, тем не менее, в азитинском, в принципе, если мы говорим в целом о том факте, что в азитинском появилось такое галлютинативное склонение, тут, в общем-то, ничего сложного нет. Нет никакого специфического реально обусловленного процесса. Есть унификация форм во множественном числе за счет развития нового суффикса. И это, кстати, произошло также в армянском, например, и в грузинском. Тоже суффикс плюралиса восходит, современный восходит к какому-то собирательному суффиксу. И утрата старой падежной флексии. То же самое случилось тоже в остальных и грандских языках. Только просто потом стали развиваться новые падежи, действительно. Но сами по себе изменения, которые привели к формированию галлютинативной системы, с контактным влиянием напрямую необязательно связаны. Или надо предполагать, что каким-то образом сам принцип галлютинации заимствуется, но при этом развитие происходит с языковым принципом. Что, наверное, сам по себе факт контактного условия на галлютинативной галлютинации вполне нормальный. Но можно ли считать, что там заимствуется принцип галлютинации, что за счет билингвизма сформировалось галлютинативное склонение? Ну, не уверен. Кажется, скорее, более продотворно было бы смотреть на то, какие именно новые падежи галлютикализовались. Есть ли тут какая-то параллель с соседними языками? Ну, мы видим, что все по-разному. Но с абхазадыскими сравнить, естественно, нет смысла, потому что там падежей максимум три, и то не всегда понятен их статус. То есть там явно система вершинного маркирования, падежей там особо нет. У нас в дагестанских другая крайность. В дагестанских языках там сложная система с десятками локативных форм, составных. Ничего подобного в ассистинском нет. Есть послелоги с похожим поведением, но галлютикализованных локативных падежей не очень много. Только суперэсиф, инэсиф, аблатив, аблатив. Их, конечно, четыре падежа, не так мало, но система совершенно другая. Вес от этого сепаратного кодирования, локализации и ориентации. При этом нахские языки действительно в большей степени отличаются в значительной степени от того, что мы видим в Дагестане. То есть у нас тут и кумуляция, как мы видим, и с парадигмой в ингушском. Слово курица. Есть и довольно некоторые нетривиальные различия в показателях. Но тут тоже мы видим, что, во-первых, система морфологическая, несколько другая, тоже не чисто агрутинативная. А во-вторых, сам состав падежей, за исключением каких-то общетипологически ожидаемых, типа датива и генитива. А латива, может быть, на другие падежи. Это, в общем-то, система не очень похожа. Тюркские языки тоже по типу склонений, естественно, очень похожи. Тоже агрутинативные склонения, но состав падежей, за исключением датива, лакатива, аблатива, другой. То есть, естественно, можно считать, что это тоже в широком смысле похожая система. Но вот выделить именно какой-то язык, ингушский или тюркский, или еще что-то, или нахский язык, как однозначный источник заимств, нетрудно, потому что система в сети достаточно типологически ожидаемая. Ну и, наконец, картвейские языки. Здесь интересно только то, что мы видим тот же процесс, который произошел в осетинском. Что в древнегрузинском была вот такая система, когда у вас в флюральсе были другие показатели, которые формально не связаны с сингулярисом. То есть, был номинатив и абликвус, который вот ла, который никак не похож на сингулярис. То есть, была такая, ну, своего рода фрективная система, которая в современном грузинском уже заменилась почти полностью на систему, где у вас флюральс выражается вот так, галактинативно, при помощи суффлекса eb, которые восходят к собирательному тоже суффлю. То есть, в этом смысле развитие похоже произошло, но, с другой стороны, есть, естественно, сам состав падежей, опять же, так же, как и в других случаях, не очень похож. Ну и, действительно, вот сама в себе структура, парадигма и переход к галактинации действительно напоминает осетинский. И это еще заметил Ханс Фокт, такой известный лингвист, как Казавет норвежский. И он, есть у него работа, где он находит параллели между осетинским, грузинским и армянским. Но вот сходства, тем не менее, не идут, на первый взгляд, дальше, чем того, что мы видим в случае с тюркскими и наско-дагестанскими языками. То есть, максимум, общая такая типологическая какая-то тенденция, похожие пути грамматикализации, но трудно как-то ярко выделить те черты, которые бы однозначно указывали на влияние именно с этой стороны. С другой стороны, если мы посмотрим на современные грузинские, мы также можем увидеть, что там есть очень много таких показателей, которые имеют неясный статус. С одной стороны, это бывшие послелоги, с другой стороны, за ними уже не видно того падежа, которым они раньше управляли, они присоединяются к каменной основе, так же, как падежи. Их довольно много, и мы можем видеть, что если их объявить падежами, а это делает, например, Фоктс и грамматики, он их называет вторичными, Казгондех, вторичными падежами, то мы видим, что, вообще говоря, система оказывается довольно похожей на осетинскую. Есть очень много таких интересных совпадений, коммитатив, например, тоже есть, суперэссив, что-то вроде экватива. То есть, конечно, есть и различия, но в целом сходств гораздо больше. Именно такой расширенной грузинской системы, по-видимому, она действительно очень похожа. Другое дело, что статус этих падежей не очень понятен. То есть, с одной стороны, Фокт действительно говорит о вторичных падежах, а другие лингвисты говорят, что не совсем, потому что старый управляемый падеж восстанавливается при сочинении. Например, в саду и в доме будет сахль, садабахши, то есть, у нас этот дати, в котором управлял послеволок, восстанавливается. Но другой, наверное, в эстинском тоже падежи, недавно грамотно-скоризованные, они тоже могут быть групповыми. И, более того, у местоимений даже всплывает так называемый родительный падеж. Например, мне и зауру будет мен, амэжаурен. То есть, альтернатив слова я будет аж, а здесь возникает форма так называемого генитива. То есть, в общем, если мы говорим о грудинском, да, это спорный вопрос с точки зрения описания грудинского языка. С точки зрения типологии, и то, и то, это показатели примерно одного уровня. Такие вот падежи группового типа. Периферийные, такие слабо грамотикализованные падежи. Но в целом, да, можно сказать, что эти языки пошли в похожие пути развития, переход к аггаллюцинации, грамотикализации новых падежей или слитных послелогов. Есть другие параллели, например, форма коммитатива, которая и в астинском, и грузинском происходит из такого послелога, который имеет основой корень 1. Но в любом случае такое конвергентное развитие говорит, опять же, либо тоже о типологическом каком-то социуме, в широком смысле, либо, опять же, о конвергенции, не о влиянии одного на другого. А может быть, опять же, о долгосрочных контактах, которые могли привести к какому-то формальному сходству системы. Говорить однозначно о внешнем влиянии грузинского и, естественно, наоборот, было бы странно. Здесь вот интересные параллели типологические, которые можно осторожно, наверное, считать каким-то результатом контактов, но подчеркиваю с осторожностью. Такого яркого, явно выраженного контактного эффекта не видно. Теперь перейду к выводам. Целью доклада было показать сложность и однородность этого эффекта контактов на структуру языка. То есть, да, на лексику и фонетику, правда, более-менее непонятно, но громадь, как мы видим, вот, казалось бы, для такого языка, как и сетинский, довольно скромные результаты. И тут основной пойнт, основная идея в том, что вместо того, чтобы принимать кавказское влияние за данность и успешно находить его следы, всегда, потому что если мы примем это за аксиомы, мы везде что-то найдем. Здесь мне очень нравится формулировка того же Василия Ивановича Абайова, который, я подчеркиваю, был великим лингвистом и который действительно был пионером в этой области, но вот иногда, мне кажется, переоценивал контактное влияние. И он как раз писал, что вот каждому из сетинских падежей можно найти соответствие хотя бы в одном из языков Дагестана. Ну, естественно, что там много падежей, но кажется, это недостаточно, что мы можем хоть в одном языке найти соответствие одному из падежей. Нужно сравнивать конкретные системы. И если мы пойдем по такому пути, мы можем, наверное, понять природу разных контактов. Так что вот, по-видимому, от нас к дагестанскому языку действительно есть что-то вроде субстратного влияния, можно так положить. То есть из-за какой-то формы языкового взгляда, может быть, не всего, про языковое сообщество, но значительный компонент, который принес вот эти слова в базовой лексике, но принес с собой мало грамматических влияний. А с другой стороны, те грамматические влияния, которые есть, указывают скорее на картвейское влияние и в меньшей степени на абхазо-адыгское влияние и совсем в маленькой степени как раз-таки на нас к дагестанскому влиянию. И это как раз указывает скорее на долгосрочные контакты культурного типа, которые позволили вот именно что грамматикализовать новые конструкции, потому что субстрат не даст вам пройти вот эту контактную грамматикализацию вы просто будете каркировать или прежде всего лексику. А при такой более долгосрочном более долгосрочном билингвизме скорее будут грамматические влияния. Но до сих пор актуальными остаются проблемы критического анализа вообще не всех гипотез об этом контактном влиянии. И, наконец, согласование этой информации с данными археологии истории генетики. Потому что эти данные очень противоречивы и не до конца понятны во многих случаях. И часто специалисты не знают, чем они занимаются. То есть лингвисты не знают последние открытия археологов. Археологи, может быть, не всегда соотносятся с лингвистикой. Генетика тоже не дает нам каких-то однозначных результатов. Те работы, которые есть, друг другу противоречат. Есть как минимум два исследования, которые приходят к разным выводам. Поэтому здесь еще предстоит такое более полное обобщение. Я хотел бы прежде всего представить, наверное, сложность этой картины, ее противоречивость и вообще сложность каких-либо однозначных выводов в такой сложной области. Спасибо большое за внимание. Штырбушнок по-сетински. Спасибо большое, Олег. Пожалуйста, коллеги, какие вопросы или комментарии? Петя, пожалуйста. Спасибо огромное, Олег. Это очень интересно, очень увлекательно. у меня, если можно, покажи, пожалуйста, предыдущий слайд. У меня вопрос как раз по поводу языкового сдвига. Дело в том, что обычно же принято считать, что языковой сдвиг и, в принципе, субстратное влияние, как правило, оказывают, оставляют следы именно в грамматике и, например, в фонетике, в большей степени, чем в лексике, особенно в базовой лексике. И тем самым ну вот то, что ты говоришь о субстратном влиянии на дагестанских языков, это, ну, в общем, я бы сказал, что это требует некоторых дополнительных, некоторых дополнительных конкретизаций, если это, в принципе, возможно, или каких-то более, в общем, более конкретных, не знаю, в общем, каких-то оговорок, поскольку ожидалось бы какая-то несколько иная. Ну, во-первых, фонетика, это все-таки есть фонетическое влияние, довольно-довольно ясное, причем именно, скорее, наверное, система смышленных, скорее, дагестанского типа, восточно-кавказского типа. Хотя здесь, конечно, сам факт наличия продуктивов его можно интерпретировать как угодно. А вот в лексике, мне кажется, если грамматическое влияние происходит при субстратном сдвиге, то оно должно быть скорее в формате каркирования конструкции, когда у тебя полностью происходит метатипия, а не то, что мы видим в эстинском, когда это достаточно все, ну, максимум, во все эти примеры это максимум какие-то такие типологические параллели, которые могут быть вызваны контактом, где грамматикализация пошла примерно в том же направлении. То есть таких явных признаков субстратного грамматического влияния мы бы тогда видели там, они бы выглядели по-другому, чем то, что мы видим в эстинском. То есть, если так говорить, то, наверное, вообще нельзя говорить субстратного влияния никак, ну, кроме вот фонетики, да. Но, с другой стороны, мне трудно понять, как иначе можно объяснить ту ситуацию, когда у тебя действительно есть вот эти нахские и дагестанские слова базовой лексики, и это такой пласт совершенно отдельный. То есть он есть, то есть, конечно, заимствования из, допустим, лингушского, которые совершенно прозрачные, их не так мало, но их не очень много, во-вторых, они все явно относятся к другому периоду, потому что они фонетически прозрачные. А вот эти вот старые слова базовой лексики, они как-то особняком стоят. И, на мой взгляд, все-таки самый предуподобный сценарий это именно, что вот какой-то language shift, когда у тебя просто вот языковое сообщество сохранило какую-то лексику, которая у них существовала до того. Но, конечно, возможно, другие сценарии, но вот я не знаю, если есть. Пока что не вижу данных в пользу каких-то. Мне кажется, другие сценарии еще более, предполагают, еще больше числа допущений. Скажи, пожалуйста, кстати, в связи с этим, а, так сказать, в обратную сторону влияние осетинского на какие-то другие языки. Осетинского, в частности, на нарский, я бы сказал. Нет, но да, есть некоторые, в основном, культурная лексика, надо сказать. И вообще, есть некоторые примеры даже довольно широко распространившихся аланских, по-видимому, слов. Например, слово цепь, которое во многих нарско-дагестанских языках будет что-то вроде рахас. Это вот очень явно видно осетинский корень, но вот именно культурные слова. Там все понятно. Не очень большое число именно культурных слов. Цепь, причем, это такое культурное слово, потому что это важный элемент, имеющий религиозное значение. В общем, довольно интересная ситуация, потому что, что можно было бы теоретически для того, чтобы субстантное влияние, например, оказало большое, оставило большие следы в грамматике, нужно, вероятно, чтобы то сообщество, которое претерпело языковой задвиг, в данном случае гипотетически снастки языков на аланский, чтобы оно было достаточно большого объема само по себе, тем самым оказав какое-то влияние, вот его, условно говоря, несовершенное усвоение осетинского оказало какое-то влияние на общую массу. В этом проблема, да, потому что вроде как это была периферия, то есть то место, где могли бы быть навско-дагестанские языки, это вроде как было довольно периферийной частью. Если мы придерживаемся такой исторической, классической картины, где были Аланы, то, в общем-то, нынешняя Осетия это такая пограничная зона. И, конечно, совершенно верно, очень странно. И странно еще и то, что есть, по-видимому, заимствования, которые относятся к периоду, когда явно навско-дагестанские языки там никак не могли доминировать до 13 века. Ну да, но может быть... Мы чего-то не очень понимаем про то, какая там была социологистическая ситуация. Да, ну, я прошу прощения, что я так долго, но я сейчас уже перестану. В общем, что может быть, этим как раз и объясняется отсутствие ярко выраженных грамматических следов, а они могли каким-то образом действительно повлиять на лексику, которая, например, потом притерпела какую-то диффузию уже по каким-то внутри аландским протоосетинским причинам. Ну, конечно, тут узнать ничего точно нельзя. То есть, малая группа какая-то там перешла, и потом это их какой-то там жаргон кавказизированный. Как примерно если бы современный дагестанский русский повлиял на общерусский? Как-то маловероятно, кажется. Ну, это сложный вопрос. Там все-таки не такие масштабы и действительно и действительно если там, ну, в общем, тут уже много всего спекулировать про подхождение аландской знати или там еще что-нибудь в этом роде. Да, конечно, мы не знаем ничего про это. Да, кстати, насчет знати тоже мы же ничего не знаем про социальную структуру. Язык мог быть аландский, а кем были по происхождению эти люди, элита, это смешная наверное была какая-то. Следующая Женя Буденная, пожалуйста. Да, спасибо большое, Олег, очень интересно было. Я хотела спросить вот про контакты с русским языком, то есть ты вот много говорил про, по сути, твой доклад был про контакты с другими языками, но меня в частности заинтересовал еще такой маленький момент, что вот про вид с помощью приставок, да, ты сказал, что маловероятно, что это не славянское влияние, потому что ну вот вроде как по времени не совпадает. И ну в связи с этим я хотела узнать вообще во-первых, а вот какие, в чем проявляется там влияние русского языка, если оно есть, ну должно же быть. И во-вторых, как бы, ну вот с теми приставками, я правильно понимаю, что вот сейчас у тебя в основном современные данные, да, если это так, то ну вот почему с уверенностью можно говорить, что это совсем не славянское влияние, ну потому что у нас вид, по-моему, там с ну века с 17-го вроде бы уже вот такой же, как сейчас. Но самые ранние тексты, которые у нас есть, это конец 18-го века, ну самые ранние осетинские тексты, которые там имеют какую-то нормальную продолжительность из 19-го века. Там уже все сформировано полностью и предположить, что это влияние русского совершенно фантастично, потому что никакого билингвизма с русским там не было. А билингвизма с русским можно говорить ну с конца 19-го века среди интеллигенции. То есть, конечно, наверное, там интеграция осетин в общество России была выше, чем там интеграция некоторых других народов. Может быть, потому что они там, большинство были христиане, но имели более простой доступ к образованию и так далее. Но все равно это самое раннее вторая половина 19-го века, когда действительно и то это было не массово. Только там кто-то отдавал детей в школу, кто-то там был побогаче. Ну да, вот Кастахи Тагуров, например, который сын тоже происходит из Селанар, народный поэт Осетии. Да, он как раз вот... То есть, были, конечно, какие-то, но представьте себе, что вся система вида так быстро там за 30... То есть, так быстро могла перестроиться привлением русского совершенно фантастично. Кроме того, да, мы ее видим-то и более ранних текстов. И по всем чертам эта система такая вполне рабочая и сформированная. И привербы лексически вызваны, причем они не похожи на те русские привербы, которые за этими же словами используются по своему значению. То есть, ну вот, мне кажется, очень маловероятно в данном случае русское влияние. То есть, если уже было славянское, то древнее какое-то, но древнее как раз оно не подходит. А русское, ну, вряд ли. влияние, ну, опять же, оно недавнее и больше выражено у более молодого поколения. Вот как раз оно было малоизучено. Опять же, у нас тут есть, если я не ошибаюсь, Ира Хомченкова среди слушателей. Она начинает этим заниматься, в частности, с переключением к кодах. Там, это интересный вопрос, но вот, если говорить о таких случаях грамматического влияния, которые вот могут как-то показать нам, помочь нам понять социо-местичество, то есть, такого глубокого влияния с русского нет. Есть влияние просто у тех носителей, которые утрачивают осетинский язык, либо переключение кодов, вот это, которое иногда, конечно, приводит к каким-то грамматическим калькам. Вот так бы я сказал. Ну, либо, да, есть носители, которые просто вообще уже не особо носители, они уже в значительной степени перешли на русский, и у них поэтому просто там уже наполовину идет, в том числе, копирование порядка слов, но это все-таки меньшинство носителей. Но они двуязычны же сейчас. Да, все двуязычны, по голову. Нет, все двуязычны, но, опять же, довольно давно, то есть, с 20-30-х годов уже двуязыче распространено. То есть, вот такой примерно временной промежуток, когда действительно могло быть русское влияние. А до этого скорее вот каких-то о ком-то влиянии трудно говорить, то есть, до этого, скорее всего, только Кавказ, да? Ну, в селах, я думаю, да, в Владикавказе, но вот с тех пор, как там уже осетины стали как-то получать образование и так далее, но это все-таки не было массово изначально, да, это же не могло повлиять на так глубоко на грамматику. Ну, и на лексику мы видим слова, там, какие заимствованы, стол, просто столов не было, были круглые такие столы на трех ножках, традиционные, у них свое слово для этого есть. А вот такие столы, как у нас, это стол, да, из русского, потом полковник, пристав, генерал, то есть, вот такого рода слова заимствованы. Это даже тоже показывает характер контактов. Потом уже, конечно, в советское время пошли массовые контакты, массированные заимствования, неадаптированные, но это уже другое совсем. Олег, кстати, а трехногий стол как называется? Фынг. Ага. А у Адыгейца тоже что-то такое, да? Да, но совершенно другое слово. Ну, по-моему, это иранская этимология фынга, а само-то явление, да, похоже. Пожалуйста, следующий вопрос, Таймурас. Таймурас. Добрый день. Значит, ну, хотел бы немножко прокомментировать насчет совершенного несовершенного вида образования посредством приставок. Я смотрел не так давно научно-популярное видео на польском, где поляк как бы объяснял это влиянием скистских языков на славянский. Поэтому, может быть, кто интересуется, может быть, ты этим как бы ну, посмотри, заняться. Вот. Но вопрос был про фразовое ударение. Вот я как бы преподаю остинский язык невладеющим, и как бы это такой как бы очень волнующий меня вопрос. Так вот, у Абаева в статье ритмика остинской речи 1939 года издания Академии наук вот там он как бы поднимает вопрос субстрата, так затрагивает, учитывая, что в Астинском вот именно вот фразовое ударение, что, допустим, определение с определяемым в одно ударение ставится. Ну, энклитики вы тоже упоминали в иранских языках. Вот с этой точки зрения не было ли подходов или попыток найти какую-то общую типологию с кавказскими или даже с адыгскими языками, может, в большей степени. Как вы считаете? Вообще, очень интересно. Спасибо большое за вопрос. Очень интересное предположение, действительно. Вот я в этом такой аспекте. Я не думал, потому что мало описаний хороших того, как устроено хразовое ударение собственно в этих соседних языках. Вот абхазо-адыгских языках, может быть, кто-то здесь из присутствующих может прокомментировать. Действительно, в Эстинском вот ударение не ограничено словом, да, это ударение в основном отчитывается для целой составляющей для фразы. Например, глагол и прямой объект, глагол и вот эти критики. Ну, критики это понятно, критики это много где есть. А здесь именно там существительное и его определение, причем если их даже несколько, у них будет общее для всей фразы ударение. И вот, ну, вот я просто не знаю хороших описаний простатических систем других соседних языков. Ну, грузинский, кажется, начинают как-то описывать. Про абхазо-адыгский я ничего не знаю. мне кажется, скажем, вот есть ударение словесное, там все понятно. Если оно не словесное, то оно уже какое-то фразовое. А уже вопрос, какое, это второй вопрос. Вот надо тут, наверное, смотреть на описание. Я просто, честно говоря, вот об этом не думал. И прежде всего потому, что как-то вот не знаю работы хорошие. Про абхазо-адыгские, скажем, простатические системы. Или дагестанские, кстати. Поэтому мало этому. Традиционно лингвисты вот сегментные страны много уделяют внимания, а суперсегментные мало. Понял, понял вас. Да. Но идея очень хорошая, спасибо. Это стоит об этом подумать. А со статьей вы знакомы, да, Витя? А с этим польским лингвистом? Нет, 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 с Абайом. А, конечно, скиф-европейские загвозы, да, да, да. Нет, 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 значит, книга называется из нардского эпоса Астины, это статья там как дополнение. Нет, я, конечно, что это контактное влияние, да, но мне кажется, опять же, а скиф-скифа, осетинские контакты все-таки очень ранний период, а вид в славянских языках, если не ошибаюсь, это уже вот Петр Михайлович здесь присутствующий, Аркадьев, может быть, окончательно сформировался вид в славянских языках все-таки уже во втором тысячелетии нашей эры, начиная с 11 века, что прям драматикализованный вид. Это да, но вид-то в славянских, ну, в русском, во всяком случае, двумя способами образуется, то есть один там чередованием гласной в корне, а другой-то приставкой, вот приставочный способ образования, ну, насколько он... Ну, вроде он поздний. Хотя скифский период-то он давно, это же очень давно. Ну, вот, да, о том и речь, что он очень... Скифский период это очень ранний период, а современная видовая система очень поздняя, позднего происхождения. Понял вас. Поэтому, вот, мне кажется, это маловероятно. Просто в те времена еще не очень понимали, как это грамматикализовывалось, сейчас вроде понятно, что все-таки вид окончательно вот сформирован стал позже года. Понял. Спасибо. Спасибо. Петь, пожалуйста. Я, если можно, хотел прокомментировать как раз не по поводу вида, а по поводу абхазо-адыгской плосудии. По крайней мере, в том, что касается существительного и его определений, то как раз в западно-кавказских языках, особенно в адыгейском, и это, видимо, более раннее состояние, чем... В общем, что это некая архаичная черта, которая в современных диалектах, например, может распродаться, так сказать. Это действительно объединение, объединение имени и его... Ну, нереферентных его определений, тех, которые сами по себе не формируют полноценную именную группу в некий единый комплекс, композит, если угодно, который обладает, с одной стороны, морфологической цельной оформленностью, а с другой стороны, таки, да, единым просадическим контуром. Там одно место ударения. Другое дело, что... Поскольку мы ничего не знаем об истории, это в особенности об истории, мы можем предполагать, допустим, что это, что, так сказать, морфосинтаксически, это общая адыгская, может быть, даже общая абхазоадыгская черта, то есть древняя. Но просадия все-таки эволюционирует. Быстро, да, достаточно. Ну, может эволюционировать быстро, и, кроме того, в разных диалектах там это все как-то устроено по-разному, ее даже не очень хорошо слышно, нередко бывает, и поэтому даже если здесь можно находить какую-то параллель, то, так сказать, она... Вряд ли она сильно доказательна, так сказать. Ну, конечно, это интересно. Субъективно мне действительно казалось, что адыгейцы очень похожи. Адыгейский рейд звучит похоже на осетинскую, просадически. Но это так просто, когда слышал записи какие-то вживую иногда, мне казалось, что это похоже. Я, правда, мало слышал, но то, что слышал, мне так вот показалось, что похоже. Но это очень интуитивно. Надо, конечно, смотреть на какие-то более содержательные параллели. Ну, при оценке сходства речи, так сказать, на слух, там играет роль, кроме просодий, еще то, что называется артикуляторное подлое. Это такое понятие, которое не ухватывает ни сегменты фонетики, ни просодий. И это действительно очень важная вещь. и такая контактная вещь, в принципе. Акцент, так сказать. Близко к тому, что мы называем акцентом. Какие есть еще вопросы или комментарии? В своем раз у вас по-прежнему поднята рука, но, мне кажется, вы уже задали ваш вопрос. У кого-то есть еще вопросы или комментарии? Ну, я вот хотел спросить про вот эти заимствованные бактивы. это, конечно, загадочная вещь, что они появились в иранских словах. А сколько там? Много таких корней или аппиксов? Аппиксов нет. Только корни не очень много, но я думаю, что пару десятков можно найти, по словарю Абаева. И они все с дублетами или не все? Не все. Вот, например, слово «звезда» без дублета. А, «звезда» без дублета. Да, они довольно много без дублетов. То есть, есть там… То есть, ну, они выглядят как заимствованные фонемы тогда, по сути. Такие, как бы, маргинальные, да? Если всего 20, в которых они есть, это, в общем, не очень много. Нет, есть они больше где. Я имею в виду именно в исконной лексике. В заимствованных словах их много. А в исконной лексике их мало. А в заимствованной они именно там, где они должны быть? Как правило, да. Хотя вот есть примеры тоже загадочные с вот этими словами, типа «рука», видите, где «нога», да, которая вот вроде как не там, а в рубтиве, где… Ну, если брать нахские в параллели, то там, например, в ингушском, в ченском вообще нет рубтивов. А в астинском там не всегда понятно просто, что именно было источником этого заимствования. Какое именно слово, какого языка. Ну, это очень старые заимствования. В более новых там все, да, там все очень прозрачно. Вот серый, да, тоже старый, но здесь все соответствует. Более-менее, да. Но в более недавних там, конечно, все прозрачно. Там обруктивы там, где должны быть. Ну, и вот в русском, в русских заимствованиях обруктивы там, где русские непридыхательные глухие. Потому что для них это скорее обруктивные, чем их глухие, которые придыхательные. для этого нахской нету формы. Да, это тоже загадочное явление, потому что есть только вообще варнандийских. Но это синхронно, да, что там было раньше, мы не знаем, какие корни где были. Синхронно очень такой корень. Явно вот вроде бы и значение подходит, и форма, но вот. Юля, пожалуйста. Ага, спасибо. Я все успевала поднять руку. Олег, спасибо огромное за доклад, очень интересно, приятно вспомнить некоторые вещи, которые потихоньку. это. Ну, вот у меня такой, во-первых, комментарий про вопрос Пети, да, то, что не осталось вроде как следов грамматики от субстрата нахского, ну, предположительного. Но я хочу сказать, что это же было, в общем-то, очень давно, кто знает. Мы, во-первых, не знаем точно, что там были там за нахи, какие это были племена, и что у них там было, собственно, в языке. То, что фонетики остались, остались следы, это очевидно. А в грамматике они, может, остались, может, они уже куда-то делись с тех пор. То есть, времени-то прошло очень много. Так что, может быть, следы в грамматике были, но сейчас их уже не найдешь. А вот по поводу, у меня очень интересно по поводу, ты упомянул и про Привербы, и про Подержи, то, что в грузинской и осетинском было такое параллельное развитие, да, как бы не то, что влияние грузинского на осетинский, да, ну, как вот это обычно представляется. Я, в принципе, с этим согласна, потому что действительно не факт, что вот это было в одну сторону, а скорее похоже, что оно развивалось параллельно. А вот следующий вопрос, откуда взялось это развитие, оно было как-то снаружи или было обусловлено каким-то внутренним развитием и осетинского, и грузинского, потому что все-таки языки разные, да, и когда смотришь на осетинский, в принципе, понятно, что это вот внутреннее развитие каких-то иранских черт, да, ну, а в грузинском-то это откуда? Не знаю. То есть какие-то данные, опять же, археологии, генетики, нельзя ли какие-то привлечь, потому что вот это очень интересно, откуда это взялось, собственно, и в грузинском, и в осетинском одновременно. Понятно, что они были там, может быть, во многом степени билингвы, и там, ну, знать было, в общем, как-то так были возможности, но вот почему это все начало происходить? Есть какие-то теории вообще на эту тему? Мне неизвестно. Вряд ли это одновременно, Юля. Вряд ли это одновременно происходило в осетинском и в грузинском. То есть могло раньше в грузинском произойти, потом? Ну, не знаю, я не знаю, но вряд ли одновременно и вот столь параллельно. Да, может быть, параллельно, но не одновременно. В грузинском, как есть письменные памятники, с тех пор вот эта система есть и не только в грузинском, но и в картвельских языках, в мегрельском, в ласском, очень сложная система. Извините, что я так торглась. Нет, нет. Мою руку Андрей не видит. По идее, как раз надо по текстам, видимо, прослеживать, пытаться в грузинском. Там как раз тексты есть, можно смотреть, как развивались вот эти... А откуда это вот Китилан подскажет нам? Откуда это взялось... Вот поэтому сложно сказать, одновременно происходило или нет. Как можем установить в Осетинском, когда эта система сформировалась? Невозможно. Олег, есть у нас ответ на этот вопрос? Нет, потому что в грузинском все ранние памятники, которые есть, В пятом веке засвидетельствованы. Да. В грузинском у нас только есть сравнение с проиранским. То есть, какой-то момент между среднеиранским периодом и современным состоянием, ну, 18 веком. А дальше все, потому что нет ни одного примера. У нас же нет предложений, у нас есть только вот эти маргиналии, какие-то слова отдельные, записанные. Так что, в грузинском хорошо бы было видеть исследование, где это все прослеживается по памятникам, эволюция системы. Я вот не знаю таких работ, где вот... Я сделаю. Было бы хорошо. Нет, потому что, да, я делала в современном, да, вот это сокращенный, да, ца-цамо-мо-гамо. Да. Когда-нибудь. Ну, про пример бы речь про аспект, про именно видовую семантику, что это там параллельное развитие. Про пространство, это все-таки влияние, грузинского, насетинский, это понятно. Потому что пространственная система, пространственные значения привербов, они же явно, ничего такого в иранском не было, а в грузинском совершенно такая же система. А вот эспектуальное влияние действительно может быть... Я не буду искать это место. В общем, эспектуальная семантика это прямо в грузинском тоже позже появилась у привербов. Она была не так ярко выражена в древнегрузинском. Так что это уже может быть больше похоже на параллельное развитие. Но тоже мы не знаем, совершенно верно, мы не знаем, как в Осетинском это все происходило. Если есть еще вопросы или высказывание по поводу доклада Олега. Ну, мне кажется, у нас была достаточно оживленная дискуссия, хорошая. И большое спасибо, Олег, за очень интересный доклад. Я должен сказать, что эта тема относится к числу тех, тем, про которые говорят, то, о чем лингвисты всегда хотят узнать, но стесняются спросить. Вот мне очень давно хотелось понять про осетинский язык, какие там есть признаки кавказского влияния, но видно из вашего доклада, что история сложная. Ну, и вы достаточно полно нам это рассказали, вот то, что сегодняшняя наука на эту тему знает. И, конечно, этот сегодняшний доклад, он полностью находится прямо в русле нашего отдела, так что прямо актуален даже для тех, кто совершенно не занимается непосредственно осетинским или даже кавказом этим ареалом. Так что большое спасибо. Давайте Олега благодарим. Спасибо. И тогда на этом мы сегодняшнее заседание заканчиваем. Следите за объявлениями. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо, Олег. До свидания. Спасибо вам, что пришли. До свидания. Спасибо за вопросы. Очень интересно. Спасибо. Я была рада видеть. Всего доброго. Спасибо.